Привет, мои дорогие друзья! Ну что, слишком мало всевозможных проектов, на которых можно слямзить денег, поэтому нужно еще. Вот, к слову, один из проектов, это был озвучен в рамках проекта второго, на котором украли денег, это форум 30. Форум 30, это тот самый форум, который был жестко анонсирован всеми средствами массовой информации, офисом президента, тогда все, форум 30, Украина 30. Тогда начали задавать вопросы, за чей счет этот банкет, они замялись, ответили про какой-то мифический бизнес, который им поможет и так далее. В итоге, проходит этот форум, на него регулярно приезжает Зеленский, его никто смотрит, вообще никто. Вот, буквально, три человека смотрят этот форум, один из них я, и на этом форуме президент постоянно подписывает что-то, все время что-то подписывает. После этого у него регулярно происходят пресс-конференции, ну, с участием каких-то четырех молодых людей, которые вот так вот машут головами. Там телеканал Дом, потом телеканал Дом, ЮАТВ и телеканал Дом, вроде бы как. Новый проект. Мы распочинаем проект «Зелена краина». Вот такой, как говорится. Смотрите, были уже проекты, каких только проектов не было. Великое будивництво, Великое реставрация, Великое там еще что-то у него там было, да, самые большие флаги к дню флагов. Да, это все проекты, на которых они абсолютно бесхитростно воруют деньги у лопухов. Почему говорю лопухов? Потому что, ну, как назвать людей, которые продолжают поддерживать, хотя бы минимально, вот это вот. Это же воры настоящие. Одразу скажу, это не политический, а суто экологичный проект. Конечно. Это никакой политики, именно поэтому о нем заявляю я. И это будет представлено как проект, который анонсировал Владимир Александрович Зеленский. А, еще вспомнил, что великий. У него еще великий университет должен открыться. Стоимостью 400 миллионов долларов. Великий университет, а он будет очень великим. Потому что он на территории ВДНХ там все нафиг снесут. Насколько можно на этом великие гроши украсть, понимаете? У него все великие. Какая-то гигантомания. Не знаю даже, с чем это связано у него. Любовь всему большому. Для природы и довкилля. Мы поставили перед собой амбитную, но я впевнен, досяженную мету. Какая там реальная цель? Амбициозная, но реальная. Как вы думаете, сколько деревьев? Да вы уже слышали, да по новостям? Мы сейчас обсудим. За 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. 1 миллион гектаров за 10 лет. В принципе звучит так, ну много 1 миллион, но ведь 10 лет. Но переходим к цифрам поштучно. Сколько в деревьях? Я думаю, лучше триллион сразу. За год. Хотя за год он может не справиться, конечно. 2 триллиона за 3 года. Почему такая цифра? Миллиард. И откуда такая цифра миллиард? И насколько реальная цифра в 1 миллиард? Ну и конечно, где еще подписать? Не в кабинете же его подписывать. В лучших традициях Порошенко он подписывает всевозможные вот такие указы только на выезде. Аплодисменты. Ура, ура, браво, браво, как говорится. Регулярно проходит. Вообще, я должен сказать, что, конечно, в озеленении страны не то, что нет ничего плохого. Это очень хорошо. Это очень классно. Но мы же понимаем, кто этим будет заниматься. Этим будет заниматься бригада воров Владимир Александрович. То есть, по всей видимости, там уже встрял Кирюша Тимошенко, еще кто-то. И они будут на этом красть. Каким образом они будут на этом красть? И почему это в исполнении вот этих клоунов плохо? Смотрите, в Украине действует несколько инициатив по высаживанию деревьев. Я начал просто рассуждать. И сейчас вот дальше просто вот рассуждение. Вот, к примеру, инициатива. Инициатива, они хотят высаживать деревья, там все. И миссия. У них, ну, чуть менее амбициозная, чем у президента, 100 миллионов деревьев. И не в Украине вообще-то, а по всей планете. В течение трех лет. То есть, поставлена вот такая фантастическая миссия. 100 миллионов по всей планете. Существует еще вот такая вот миссия. Озеленение Украины 2020. И там даже происходили такие мероприятия, когда высаживались деревья. Это был рекорд. Даже там рекордно высадили. Но есть один нюанс, сейчас объясню. Во-первых, руководителем, что там, что там, является некто Сергей Гайдайчук. Вот, Сергей Гайдайчук. Имя Сергея Гайдайчука звучало в контексте Зеленского. Каким образом звучало? В январе Зеленский провел кадровые перестановки в нацсовете реформ. Там, где Саакашвили. И туда вошел внезапно президент этой общественной организации Сергей Гайдайчук. Ничего плохого сказать не хочу. Просто меня всегда начинает вот типать, когда воры начинают говорить о том, что они хотят что-то просто так дать. Ну, что-то хотим дать просто так. Теперь касательно того, в чем проблема. Высажены были деревья там, все. Вот даже там какой-то рекорд зафиксировали, посадили. А после этого никаких отчетов о состоянии этих деревьев не было. Это важно, друзья. Важно это по одной причине. Дело в том, что половина этих деревьев могла умереть. Никто не удосужился сообщить, а вообще что с этими деревьями сейчас? В 2020-м высадили. А сейчас? Сколько из них выжило? Прижилось? Интересный, да, вопрос? Неинтересный. Им неинтересный. Ну, а теперь я нашел просто блестящий статус Дениса Иванеско. Денис Иванеско возглавляет украинские новыны. Издание, которое до сих пор придерживается журналистских стандартов. Итак, читаем. Обещание Зеленского посадить 1 миллиард деревьев за 3 года. Денис пишет, что это бред. Я думаю, почему бред? 3 года. Лень считать. Вот с чем фишка. Итак, зимой и летом реально деревья не высаживаются. Высаживаются, то есть остается весна и осень. Весна и осень это 180 дней. Остается 180 дней. На 3 года это 540 дней. За 540 дней миллиард деревьев. Надо сажать по 1 миллиону 851 тысячи деревьев в день. Реально ли это? Да, конечно. Вон, когда-то 80 тысяч посадили в день. И это посчитали рекордом национальным. Но сколько это будет? Сейчас. 77 тысяч деревьев в час. В час. 77 тысяч. Но это, надо понять, что это при круглосуточной работе. При круглосуточной работе постоянно работающих людей. 24 часа в сутки. Кто этих людей будет оплачивать и в каком размере будут оплачены эти люди? Интересный вопрос, правда? Главный вопрос, где сажать? У нас рынок земли. На посадку миллиарда деревьев надо 10 тысяч квадратных метров земли. Это половина площади Киевской области. И Денис заключает, что скорее всего нас держат за идиотов. Или мальчик плохо учился в школе. И прогуливал там уроки и так далее. Я думаю, что на воровство мальчик учился очень даже хорошо. Потому что под это я просто могу себе представить. Сколько под это будет выделено денег из бюджета. Будет создан специальный зеленый фонд и так далее. Дроздуют его до 100 миллиардов. Я не вижу, чтобы он меньше мог стоить. Это получается 100 гривен даже если взять за одно дерево. Вот это вот вам и 100 миллиардов. Вы понимаете, да, фишку? А на самом деле оно не может стоить 100 гривен. Потому что его надо купить, привезти, оплатить работу людей и так далее. Сколько это будет? Триллион? Триллион гривен вполне возможно будет украдено за 3 года. Главное, какая миссия озеленения? Попробуй что-то скажи поперек. Вас имеют, к сожалению. Но благодаря этому каналу вы начинаете думать. Спасибо, друзья. Люблю вас. Пока. Один сознательный гражданин сходил на выборы в городской совет и проголосовал за самую прогрессивную и честную партию в Украине. Весной в квартире и подъезде гражданина потекла крыша. А работники ЖЭКа кормили его обещаниями и оттягивали решение проблемы. Тогда гражданин вспомнил о депутатах, за которых отдал свой голос. Чтобы не тратить время на дорогу, он задал вопрос депутату напрямую на платформе «Контроль депутатов». Все просто. Выбираешь город, депутата и оставляешь свой запрос. Каждое обращение будет рассмотрено в обязательном порядке. Платформа «Контроль депутатов». Новый уровень взаимодействия с властью. Субтитры создавал DimaTorzok